Привет, это Просвет, я Анна Немалякина. Самые крутые новости и тренды шоу-бизнеса России и Азербайджана за эту неделю. Смотрим в этом выпуске. Большая награда. Шоумен Тимур Родригес отдаст миллион за ценную информацию о краже. Дорогущая. Известный азербайджанский рэпер похвастался роскошной машиной. И дива на кухне. Анна Нетребко приготовила с азербайджанскими друзьями кутабы. Кстати, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. На днях стало известно об ограблении дома шоумена и музыканта Тимура Родригеса. Напомним, что настоящая фамилия – селебрити Керимов. Воры украли имущество на несколько миллионов рублей. Артист признался, что не хотел предавать огласке это событие. Однако обстоятельства просочились в прессу и Тимуру пришлось раскрыть некоторые детали. Шоумен заявил, что инцидент произошел в деревне Глухово в Красногорском районе. В период с 5 по 12 ноября в дом пробрались воры, отжав дверь на террасу на первом этаже. Их добычей стали 45 тысяч долларов США и 400 тысяч рублей, то есть выше 3,6 миллиона рублей в совокупности. Кроме того, воры забрали ювелирные украшения. Родригес объявил награду за сведения о ценностях, которые были украдены из его дома. Соответствующее видеообращение он выложил в своем инстаграме. Я понимаю, как важно время в расследовании подобных преступлений, поэтому я объявляю вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное. Ее вы можете отправить на почту Сергея Жирина, который указал под постом. Ну и само собой, я надеюсь, на профессионализм представителей правопорядка. Кстати, Москва-Баку дозвонился до шоумена и попросил прокомментировать данную ситуацию, на что Тимур ответил, что ему больше нечего сказать. И все, о чем было нужно, он уже объявил. Кроме того, по словам знаменитости, определенные обстоятельства произошедшего свидетельствуют о том, что воры действовали по наводке. Особенное сожаление Тимур выразил по поводу кражи кольца, который он подарил своей жене, когда делал предложение. Он также заявил, что многие украденные вещи дороги его семье как память. Напомним, что Тимур Родригес жена с 2007 года на девушке по имени Анна. В браке супруги воспитывают двоих детей, сыновей Мигеля и Даниэля. Оперная дива супруга азербайджанского тенора Юсифа Ивазова Анна Нетребко вместе со своими друзьями из Азербайджана приготовила для американских коллег азербайджанское блюдо кутаб. Певица любит показывать в своих социальных сетях кулинарный процесс и часто готовит для своего супруга Юсифа Ивазова блюдо азербайджанской кухни. Несколько дней назад певица прилетела к мужу в США, где проходят его гастроли, и пара решила устроить ужин для американских друзей. А у меня перекус. Пока не пришли гости, не сожрали мой любимый салат оливье. День два. Приготовление партии. Ахат Ибрагимов. И комусик наш сладкий. Что они делают? Шкварчим. Шкварчим и делаем кутабы. Приготовить кутабы нетрепко помогли азербайджанцы, проживающие в США. Вместе с ними Анна решила удивить американцев и заодно познакомить гостей с азербайджанской кухней. Вместе они приготовили кутабы с мясом. Видео приготовления этого блюда нетрепко выложила в соцсети. Гости были в восторге от приготовленных оперной дивы и ее друзьями блюд. Кстати, кутабы – одно из самых популярных мучных блюд азербайджанской кухни. Это своеобразный тонкий пирожок в форме полумесяца из пресного теста с начинкой. В качестве начинки используют мясо, в основном баранину, а также зелень, тыкву, сыр и лук. Готовят кутабы в основном весной и осенью. В разных регионах кутабы называют по-разному. К примеру, в Гусарском районе – Афар, в Лирике – Терели – Кита. И выпекают их на садже. Мама 28-летнего популярного казахстанского рэпера азербайджанского происхождения Джакалиба, Лизат Мамедова, рассказала о том, как воспитать суперзвезду, а также о невестке украинке. Кстати, жену популярный рэпер не показывает широкой публике. Год назад для всех поклонников стала большой неожиданностью новость о том, что Джакалиб тайно женился. Два года назад сын позвонил и сказал, я приеду не один, я хочу жениться. Так мы познакомились с Машей в 2019 году. Она украинка, родом из Одессы и тоже музыкант. А для музыкантов национальность не имеет значения. Близкий человек должен быть созвучен душем и родным по духу. Я радуюсь, что сын счастлив с Марией. Многие считают, что Бахтияр скрывает жену, но, думаю, не скрывает, а оберегает, рассказала мама исполнителя. Отвечая на вопрос, планирует ли в ближайшее время привезти в родовое гнездо внука или внучку, Лизат Мамедова заявила. Конечно, планирует и может очень скоро. Главное, они счастливы. 26-летний рэпер Наваи Бакиров, участник популярного дуэта, Хам Али и Наваи, похвастался шикарным Роллс-Ройсом. Точнее, о дорогом приобретении рассказал друг рэпера, продюсер Бахти, Бахтияр Алиев. Бахти и Наваи встретились на парковке. Продюсер поздравил друга с покупкой и, конечно же, поинтересовался, сколько стоит машина. Сколько? 40 миллионов. Сколько треков надо записать? Что могу купить такую машину, брат? Один хороший. Один хороший брэк и Калинан у вас. Учись. Затем Наваи и Бахтии сели в машину, чтобы прокатиться по Москве. По дороге Бахтий также поделился, что совсем недавно Наваии сделал ему шикарный подарок. Знаете, недавно он ездил на Гелике и подарил мне Бентли. Я подумал, что у меня брат такой, что подарил мне машину круче, чем у себя. Ну, теперь он купил себе Роллс-Ройс. Я Бентли не поднял, мой брат теперь. Ты что? Я за него 25 миллионов отдал. Он будет теперь ездить на Бентли, а я буду ездить на Роллс-Ройсе. Надо сказать, что всего из-за нескольких лет Наваи Бакиров и Александр Алиев, участники дуэта Хам Али и Наваим, снискали большую популярность в России и в СНГ. Азербайджанские рэперы выпускали хит за хитом. Их треки всегда были на первых строчках чартов. В марте этого года они объявили о распаде дуэта. Но, судя по всему, это был только пиар-ход. Хам Али и Наваим до сих пор выпускают песни и появляются вместе на вечеринках. В преддверии своего концерта в Баку в Сеябрис Эвент Холл 25 декабря Эмин поделился с Москва-Баку планами. Наш традиционный декабрьский концерт пройдет в Сеябрис Эвент Холл. Это будет нетрадиционный формат, как во дворце имени Гидара Алиева. К сожалению, ввиду ограничений проводить такие концерты мы сейчас не можем. Но зрителей ждет не менее насыщенная программа, красивая атмосфера, ужин. Мы готовим несколько абсолютно новых песен, а также в обновленной программе есть песни из альбома Love Is. Очень ждем встречи со всеми нашими зрителями. Кроме того, Эмин рассказал, что в 2022 году у многих появится возможность не только попасть на долгожданный музыкальный фестиваль «Жара», который пройдет с 23 по 27 июля, но и стать обладателем квартиры в курортном поселке Эмина Сеябрис. Совсем недавно музыкант и бизнесмен объявил в своих соцсетях о том, что дарит квартиру. Стать обладателем апартаментов в 50 квадратных метров на берегу Каспия может любой участник образовательного бизнес-форума «Репутация», который пройдет 10 декабря в Москве в Крокус-Сити-Холле. Участником акции может стать любой купивший билет на форум. Победители объявят в день проведения форума «Репутация» в прямом эфире. Также Эмин рассказал Москва-Баку о планах на проведение в следующем году международного музыкального фестиваля «Жара». Мы уже активно готовимся, составляем программы с артистами. Очень надеемся, что в следующем году нам удастся провести фестиваль в том формате, в котором он и задуман – масштабный марафон музыки на берегу Каспия. Более 250 артистов и тематические вечера. Поэтому следите за нашими новостями и готовьтесь к ярким концертам. Телеведущий, эксперт моды и бакинец Владислав Лисовец рассказал в интервью Светлане Бондарчук о дружбе с певицей Жанной Фриске и ее последних днях. Вспоминая знаменитую подругу, стилист подчеркнул, что Жанна Фриске обладала мужественным характером. Однажды Фриске появилась в ее салоне, будучи уже в тяжелом состоянии, но при этом поддерживала позитивный настрой и шутила в разговоре с другом. «Я буду всю жизнь ей благодарен за такую силу. Она невероятная. Мы смеялись. Клиенты и администраторы смотрели на нас изумленно, зная диагноз и понимая все», – вспомнил стилист. Это была их последняя личная встреча, после которой Владислав Лисовец и Жанна Фриске поддерживали общение исключительно по телефону. Стилист надеялся, что подруга сможет побороть болезнь, но спустя два месяца их связь резко оборвалась. Лисовец рассказал, что восхищен певицей, которая поддерживала его в трудные жизненные моменты. Несмотря на собственные проблемы. Напомним, что певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. Артист Джонни показал в новом клипе своего старшего брата Турала Гусинли. Примечательно, что в новом видеозвезды снялись азербайджанцы, ставшие популярными в российском шоу-бизнесе – рэпер Бахтим и дуэт Хамалии Наваи. Кстати, новая песня Джонни вышла еще в сентябре. Артист презентовал дуэт с популярным казахстанским музыкантом R&B и поп-исполнителем The Limba. Меня зовут Джонни. Если спросят, то запомни взглядом со мной. Мои хоми и всегда под моими лайками раусь. На сегодня это все. Еще больше информации на нашем сайте. Адрес на экране. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!